всем привет вы на канале цветоводы всех стран объединяйтесь меня зовут юлия и сегодня я буду делать ревизию своей морозильной камеры приглашаю со мной за компанию в этом поучаствовать для чего я это делаю ну во первых для того чтобы понять какие запасы у меня есть что у меня есть в достаточном количестве а что может быть надо прикупить ну и надо как-то это все аккуратненько скопа скомпоновать потому что у нас же сегодня 12 декабря нам надо составлять меню нам надо закупать уже мясо на новый год ножки на холодец на буженину в общем место требуется очень много а у меня еще практически морозилка вся битком набита я не знаю как у вас но у меня такое впечатление что мои запасы они не не кончаются а наоборот как-то умножаются потому что поле все в берешь 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 оттуда и все морозилка полная ну и давайте посмотрим что же у меня на сегодняшний день 12 декабря осталось в достаточном количестве кабачки вот достаточно вполне мне хватит до следующего сезона не так часто я их использую ну в основном врагу морковочка но вот морковочки надо конечно запасать очень и очень много мне очень этот способ нравится конечно будь моя морозилка гораздо больше целое бы отделение отдала бы под морковочку очень она у меня хорошо идет ну во первых сейчас такой морковки как в августе и сентябре вы не купите вот смотрите каким еще у меня способ а ведь уже она порезанная вот такими ломтиками ты на пловчик можно и на салат куда-то очень-очень удобно ну и самое главное тогда она еще и морковочка не обработанная может у кого-то своя даже есть и самое главное на общем цена совсем другая хотя мне кажется сейчас тоже не очень дорого не знаю я не покупала еще вот уже по зимним ценам ну и брокколи я вам говорил что в этом году у меня очень хороший урожай был брокколи хотя его сажала в первый раз но очень очень удачный сорт называется гном вот если кто-то планирует попробуйте вот видите сколько у меня брокколи запасено вот еще сейчас еще у меня есть вот все это брокколи вот это такие блестящие до новогодние как мороженки помните раньше такое мороженое продавалось это у меня чесночно укропная маслица тоже очень хорошее дело уходит на ура но вот пока у меня в принципе еще запасики есть кстати надо сегодня наверное сделать картошечку и заправить вот этим маслицем горошек есть свой тоже приятно и всегда радует чесночные стрелочки вот они какие у меня посмотрите красота ну это укропчик надо все побыстрее видите сколько чтобы это все дело не растаяло укропа тоже достаточно вот он еще у меня это петрушечка у меня кудрявая а это у меня видите такие как ледышки замороженные это базилик я морозила вместе с маслицем и таких формочки для льда замораживала и вот когда теперь мне надо просто достаешь оттуда эту одну ледышечку и бросаешь куда-то это тоже у меня сельдерей запас сласья это острый перчик вот тоже очень удобно взял всегда хотя у меня на окошке до сих пор растет и один кустик пересадила и он у меня прекрасно себя чувствует плодоносит и так ну вот цукини это у меня тоже и это последний этот сладкий перчик но зелененький такой вот ну вот можно что-то сюда еще подложить ну и давайте посмотрим в следующий на 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 следующей полочке что у меня осталось продолжаем нашу ревизию здесь в этом ящичке у меня собрано все такое сладенькое и вкусненькое так скажем фруктово-ягодный отдел здесь у меня яблочки которые вам показывала яма морозила хотя у меня еще в отделении для овощей целое отделение яблочками такими не порезанными заняты прекрасно они сохраняются вот но эти яблоки очень удобно когда вам надо быстренько сварить компотик вот достали и замечательно вот такая клюковка у меня запасена вот красота какая это у нас перетертая земляника с сахаром вкуснятина просто нереальная и вот буквально половинку вот этой чашечки добавить на большую кастрюлю аромат бесподобный вот в компотик я добавляю кстати сейчас у меня варится компот жалко вы не чувствуете запаха аромат стоит просто потрясающе но это черная смородинка малинка немножечко с добавлением сахара буквально чуть-чуть там дальше перетертая малина ну естественно красная смородина куда же нам без нее это клюква еще раз а это черника черника у меня тоже перетертая с сахаром вот такие запасы вкусняшки они конечно уходят гораздо быстрее и потому что ну во первых у меня не было так много запасов не был у меня урожай ягод в этом году кроме земляники вот малины было очень мало смородины вообще красный куст у меня молодой совсем он даже не по моему может пару цветочков давал это не уверена асма черная смородина тоже были в этом году проблемы с ней ну вот немножечко это но это остатки с прошлого года облепиха но облепиху я еще перетираю у меня в холодильнике много и и ну вот вот такой у нас есть запас маловато конечно я уже собрала вот со всех двух сделала одну было два ящичка у меня с вкусняшками остался один но уже один освободился тоже хорошо тоже приятно есть место куда делать новые запасы в этот раз мясные ну и здесь у нас тоже будет такая солянка сборная то есть из двух ящиков будем формировать стараться из двух неполных делать один полный так здесь у нас помидорки ну вот посмотрите в каком они прекрасном состоянии и надо нам поторопиться я тороплюсь чтобы у меня ничего не подтаяло потому что это очень нехорошо если что-то у нас начнет подтаять стара вторичная заморозка не не подходит нам короче говоря вот это все у меня помидорки помидорки и пиццу мы с дочкой любим делать а вот так что-то кривенькая у меня такая получилась но это томатная паста своих помидор у меня в достаточном количестве нет поэтому пасту я свою не делаю но я покупаю хорошую пасту в больших таких емкостях ну беру сколько мне надо остатки раз и раскладываю замораживать очень удобно это тоже у нас все остатки помидорчиков а это я вам показывала я замораживала грибной бульон вот так он у меня хранится бульона у меня всякого очень много такой это куриный бульон тоже смотрите какие полные штучки это когда мы делали салат по линии на день рождения отваривали много курицы но бульончик сразу съесть таких количествах было нереально поэтому мы его замораживали но бульона честно говоря у меня целое целое отделение всяких бульонов но это уже туда не поместилось поэтому пришлось положить сюда так это тоже у нас брокколи почему-то сюда попала это у нас кабачок остатки но я говорю здесь такая уже солянка сборная остатки томатной пасты которые не использовали и это естественно болгарский перчик вот болгарский перчик я всегда храню в двух-трех пакетах чтобы он запах свой ни с кем не разделял потому что очень часто бывает что другие овощи берут запах болгарского перца и вот такое тесто у меня всегда в запасе есть тоже пока ну пусть здесь в другой не поместилось ну в общем вывод вот из 5 у меня получилось 4 вот один неполный три полных битком набитых один неполный и один освободился у меня под мясом конечно мне этого маловато но надеюсь что вот еще время есть что сейчас буду активно вот надо мне бульончики начать поактивнее использовать сегодня даже может быть тоже сделаю а вот и освободиться туда поближе еще время есть но все вот такое видео тороплюсь заканчивать буду свою морозилочку закрывать и как всегда попрошу вас если вам понравилось это видео поставьте пальчик вверх не забудьте вот если не подписались подписывайтесь я буду очень очень рада и конечно по традиции моего канала желаю вам самое главное мир ваши дома пока пока пока